К вам. Очень неожиданное назначение, очень громкое. Когда начались переговоры, и как ты на это отреагировал? Переговоры уже не помню. Уже три раза, я вот слежу, сколько раз он будет на ты или на вы. Точно не помню, но после матча с Fight Night, там не то, что переговоры были, мы просто встретились, пообщались. И такая душевная беседа случилась, и в конце этой беседы, мне был такой вопрос, что возможно ли? Я говорю, я подумаю. Вот, и взвесил все плюсики и минусы, мне кажется, что... Какие? Ну, плюсы, во-первых, это грант. Ну, есть Амкал, есть Тудроц, и все мы должны это понимать и принимать, и идти в одну из таких команд. Мне как-то молодому специалисту, тем более, у которого есть амбиции и грязи там тренировать, там дальше идти и развиваться. Почему бы нет, потому что у команды очень интересный календарь, плотный, да. Помимо того, что и есть медиа история, есть еще и Кубок России, да. Посмотрим, они там, будет, пригласят ли команду в Амкал, нет, я не знаю, вот как там боссы решат в РФС. Но в целом, это большой вызов для меня, потому что есть большие предыстории, где мы там от больших там, ну, можно сказать, врагов, да, где я там хейтил за какие-то вещи там, МКС, МКал. И в целом потом уже адаптировался под какие-то медиа реалии, да, и чуть подостыл, и даже у нас коммуникация наладилась, и Герман пригласил там боссы на турнир в МКС, и в целом какие-то были встречные шаги такие, ну, хорошие, обоюдные, да. И в целом как-то уже все углы сгладились, и мне кажется, что идеально сошлись сейчас какие-то вот, наверное, пути, ну, да, с точки зрения пересечения для меня лично, да, как для тренера. Хотя я там безумно уважаю там и Миллера, очень крутой специалист, по моему мнению, и я считаю, что я не зря стоял Амкал в прошлом сезоне фаворитом, считал, что это одна из самых организованных команд в этом сезоне. К сожалению, ну, так случилось, ну, в случае одного матча, если бы сейчас там выиграли бы Fight Nights, попали бы там на Титан, развязка, там, прикольный разогрев, подогрев, может быть, хотя бы в этом матче, когда у тебя уже соперник Титаны, там есть такого уровня футболиста Квася, да, ну, мы должны понимать, что вылить с такой команды, все-таки он бы не так болезненно сказался, по-моему мнению. И не настроен на них. Да, и как раз таки, да, как Титан, этот, как Амкал умеет играть с грандами, да, ну, два прекрасных человека без меня расскажут, как они там, ну, умеют играть большие матчи, как они на них настраиваться. Поэтому здесь как раз таки, может быть, этого вылета бы не случилось, но сделали предложение, я подумал недельку и написал, что я согласен, потому что это, в первую очередь, для меня большой вызов. И мне кажется, что сейчас мы обоюдно очень сильно газанули, если так выразиться, потому что мне кажется, что сейчас такое все или ничего на кону. И для тебя? Ну, для меня, конечно, репутационно тоже. Ну, то есть, если я тут себя там хожу, там, по углам рассказываю, что я там где-то хороший какой-то специалист, да, ну, по моему мнению, ну, как бы это ни звучало бы, да, и там мы с Васей общались, там, на разные темы, когда там он приглашал на свои подкасты, да, там, тренерские, и какие-то там, ну, вещи там говорили. Громкие, может быть, там, что у меня там мечта тренировать где-то в российской премьер-лиге, если у тебя есть такие амбиции, ты должен сейчас здесь, в рамках медиафутбола, возглавить один из грандов и сделать с ним прогрессию. А прогрессия – это в конвертации на языке аудитории, это титул для МКАЛ, как минимум. Ну, только титул. Титул, ну, МФЛ. Ну, я к тому, что тут как будто бы уже просто медаль, это не будет восприниматься. Ну, я считаю, что медаль для меня это будет, ну, как бы, ну. Не, ну, давай.